МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа «Пульс города» в студии Елены Кузовкины. Смотрите в этом выпуске. Что нам снег, что нам дождь? Как дорожные службы борются с температурными качелями? Пять единиц техники и технологическое оборудование для боевых целей. Очередной гуманитарный груз отправили в зону СВО. За победу борются 22 воспитателя. Есть ли среди участников усатый нянь? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Синоптики признают, что эта зима стала одной из самых необычных. Постоянные температурные качели, когда оттепель вдруг сменяет неожиданный холод. В январе таяли катки, шли дожди, гремел гром. Температура местами поднималась до плюс 10 градусов. В Алтайском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды признали, что в этом году зима действительно аномальная. За мои почти 30 лет работы на Алтае такой зимы я не помню. Настоящих суровых зим Александр Люцигер не помнит с 2012 года. Зато морозы, которые будут стоять до конца недели, вполне обычное явление для февраля. Есть у синоптиков некоторые напряжения насчет паводковой ситуации. Снегозапасы в горном Алтае достаточно серьезные. Еще и осенью почти весь алтайский край ушел в зиму с переувлажнением почвы, а потом температурные перепады и дожди. И те дожди, которые выпадали у нас на снег, они сделали очень неблагоприятным то, что снег превратился в ледяную курку практически повсеместно и достаточно толстую. И даже не важно, какой объем снега будет сверху, но тем не менее весь этот объем, все 100%, которые выше этого, они не пойдут в почву. Они начнут стекать по рельефу в пониженные места. Но решающим фактором станет температура. Чем дольше период снега таяния, тем лучше, чтобы все успело растаять. Пока есть предварительный прогноз на март, и он достаточно щадящий. Поэтому прогнозу наиболее холодным будет вторая декада марта. Ночные температуры могут опускаться до минус 32 градусов. А уже после придет долгожданная весна и дневные оттепели для плюс 7 градусов. А пока из-за переменчивой погоды столица края напоминает каток. Как с этим борются дорожные службы, смотрите в нашем сюжете. Из-за череды потеплений и похолоданий краевая столица сейчас похожа на огромный каток. С гололедом ежедневно борются более 100 единиц техники и множество рабочих бригад. Последний дождь, который прошел совсем недавно, и очень резкое похолодание, естественно, очень сильно отразились на работе дорожной службы, так как образовалась налить на тротуарах и на проезжей части. Посыпаем тротуары песком и бионордом, это реагент. Бионордом посыпаем и затем всю налить снимаем с тротуаров. В первую очередь дорожники обрабатывают остановочные карманы, подходы к пешеходным переходам, тротуары во всех районах города. Далее занимаются дорогами. Гридируем проезжую часть сначала, затем делаем валы снежные, снег убираем. И вывозим все на специальные пункты снегоотвалы. Однако некоторые припаркованные автомобили мешают уборке снега, поэтому барнаульские дорожники настоятельно просят не оставлять машины на проезжих частях хотя бы ночи. К другим темам. Почти полтора миллиарда рублей направят на ремонт дорог в Барнауле по национальному проекту в 2024 году. На них отремонтируют 21 участок общей протяженностью 24 километра 200 метров. В этом году обновят улицы Новгородскую, Фурманного, Северо-Западную, Юрина, Гущина, Инициативную, Короленко, Ерных, Чернышевского, Ветеринарную, Суворова, Мамонтова, а также проспект энергетиков и еще ряд проездов. Ознакомиться с полным перечнем объектов можно на сайте администрации города. Сейчас идет поиск подрядчиков. Ожидается, что к концу года нормативность дорог в столице края, включенных в нацпроект, поднимется с 82 до 85 с лишним процентов. Отметим, в текущем году также построят участок дороги по улице Сергея Семенова от Попова до Солнечной Поляны, но на средства инфраструктурного кредита. Для этого уже заключили договор с подрядчиком Барнаульским ДСУ номер 4 на сумму 252 миллиона рублей. Выполнить работы планируют к 1 октября. А между тем в администрацию города прошло совещание по подготовке и организации всероссийского онлайн-голосования по выбору общественных территорий для благоустройства в 2025 году. Всего представлено 37 объектов. Достаточно много, потому жители просят проявлять активность. Голосование пройдет в марте-апреле. Добавим, что за весь период действия программы благоустроено уже 17 территорий, среди которых достаточно крупные и долгожданные жителями Барнаула. Планируем там сделать активные зоны отдыха, и детские игровые комплексы, и скейт-парки, памп-треки, и, соответственно, продолжить также и благоустройство пешеходных дорожек, то есть развивать данную сеть для более удобного времяпропровождения жителей, то есть где можно было погулять. Также в этом году мы начнем благоустраивать и бывший парк имени Ленина, который у нас победил, надо сказать, в 2023 году. Планируется, что в этом году в проведении голосования будут активно помогать волонтеры, которыми может стать любой житель города старше 14 лет. Для этого необходимо лишь пройти регистрацию на платформе добро.рф. Кроме того, курировать каждую территорию, принимающую участие в голосовании, будут депутаты Барнаульской городской думы. Это позволит проводить информационную работу среди населения, чтобы объяснить важность участия в голосовании. Из Барнаула в зону СВО отправили 5 единиц техники и технологическое оборудование для боевых целей. Какие еще приятные подарки для наших бойцов вошли в состав груза, смотрите далее. В этот раз гуманитарный груз на СВО собирали чуть ли не всей краевой столицей. В акции участвовали и школьники с их детскими подарками, и предприниматели, закупившие автомобили, депутаты гордумы, учителя, рядовые жители города. Мы инициативу проявили с Переядовым Вячеславом Владимировичем. Мы купили вазики, он купил вазик от души. И предпринимательское сообщество увидело это все, начали к нам обращаться и тоже захотели поучаствовать. И вот мы собрали полупредпринимателей, которые выполнили свою миссию. Наши жители, предприниматели, они активно сами включаются в эту работу. И вот та инициатива предпринимателя Иванова Дмитрия, она является определенным примером. В общей сложности было закуплено 10 единиц техники, преимущественно уазики и Нивы. И зонную резину, тросы, инструменты и запчасти. Также в состав груза вошли тепловизоры и необходимые материалы для лаборатории БПЛА. Получать это имущество, приобретенное за счет предпринимателей, будут наши ребята на Авдеевском направлении, под Клещеевкой. Это наши мобилизованные полки, так называемые Тотские и Омские. Это наши регулярные части, Олейская бригада, Бийские ребята, зенитчики, то есть радиоразведка. С таким объемом машин готовится еще партия. Около 10 машин мы еще отгрузим. Я думаю, что это в марте произойдет. Обязательно, конечно, мы отгрузим и свои традиционные конвои по 20 тонн. Помимо техники и оборудования, в зону СВО прибудут и коробки с подарками ко Дню Защитника Отечества от Совета Женщин Барнаула. Это от средств личной гигиены, медикаментов, сладких подарков. И этот раз мы даже положили небольшие пакеты с финиками, потому что по килограмму каждому солдату положили еще такие сладости, кофе к чаю, вино и все остальное. В общей сложности в индивидуальный подарок вошло порядка 12 наименований. Благодаря неравнодушным гражданам получилось собрать около 700 комплектов, чтобы сделать будни бойцов немного теплее и приятнее. Даню Кузнецов для программы «Пульс города». Активисты, волонтеры, предприниматели и руководители гражданских и социальных проектов. Всем, кто регулярно оказывает помощь бойцам СВО в администрации города, вручили награды. Здесь очень много собралось людей разных по профессии, по своей специальности. Что объединяет? Но она объединяет самое главное, это люди в этом зале сегодня порядочные, совестливые, беспокойные, ответственные. От всех барнаульцев, от тех, кто сегодня и находится на спецоперации, вам огромное-огромное спасибо. Теплая одежда, еда, сладости, лекарства – все самое необходимое для бойцов. Есть и другие весточки, душевные. Сотни писем от школьников и рисунки из детских садов. Награды получили предприятия, волонтерские организации, коллективы высших учебных заведений и индивидуальные предприниматели. Несмотря на имеющееся обеспечение военных, все эти люди считают своим долгом помогать. Первая пилорама в город МИАС, после чего она была доставлена в город Чебаркуль для военнослужащих 90 танковой дивизии. Они делают блиндажи, окопы и опорные пункты. Ну и после этого, естественно, мы поставили еще 4 пилорама. Те, кто сегодня находятся, ребята на СВО, мужчины, для них очень важно понимание того, что страна едина. Да, кто-то сегодня находится на фронте, а кто-то вот здесь. Спасибо вам большое за это. Всем здоровья, добра и, конечно, скорейшего мира. В феврале в Барнауле прошла акция «Материнское тепло солдату», приуроченная ко Дню Защитника Отечества. В рамках этой акции был организован сбор подарков для участников СВО из Алтайского края. Это необходимые на фронте вещи, теплые носки, сладости и детские открытки, которые бойцы, как оказалось, носят с собой в качестве оберега. Подробнее об акции и о том, когда будет объявлен новый сбор, смотрите далее в нашем интервью. Сегодня мы говорим о том, что наше «Материнское тепло» связано напрямую с теми теплыми вещами, которые необходимы любому человеку в тех условиях, когда идет зимний период. И поэтому на сегодня мы собираем теплые вещи, понимаем прекрасно, что мы давно собирали уже, например, спальные мешки для военнослужащих. И понимаем, что прошло уже много времени, интуитивно понимаем, что они необходимы, потому что, наверное, уже произошел износ. И решили таким образом собрать вот такие подарки, так скажем, для наших ребят. Это спальные мешки, это теплый одеял, это резиновая обувь, например, сапоги, потому что понимаем, что сейчас там распутятся. Но особенно мы хотели порадовать бойцов в преддверии 23 февраля и собрали индивидуально 100 подарков. Женскими руками упакованы в отдельных пакетах, куда положили сладости, подложили санитарно-гигиенические предметы ухода за собой, положили письма от ребят, самое теплое, что могли передать. Эта акция, она тем самым и уникальна, название «Материнская тепло-солдата». И мы делимся своим теплом, дарим частичку своей души, своего сердца. И, конечно, она объединяет просто целые семьи, целые поколения. Я вот в своем лицее, например, в этой акции у нас мамы шьют балаклавы, бабушки вяжут носки, дети пишут письма, собирают, формируют эти подарки. Это настолько объединяет, это настолько объединяет даже нас внутри одного учебного заведения. И когда мы отчитываемся, что вот мы собрали за эту только акцию, там 13 огромных коробок и их отправили, и гордость просто переполняет за то, насколько мы в едином, скажем так, порыве объединяемся для того, чтобы победа состоялась как можно быстрее. Сейчас будет следующая акция, она будет, наверное, к 9 мая. И в тот момент, когда мы уже будем отправлять груз, теплые вещи уже будут не нужны. Их приносить будет не нужно, потому что особо хранить их негде. А нужно приносить то, что по сезону. Это любые вещи, это всегда нужны носки, нательное белье, футболки, нижнее белье. Это средства ухода за собой, санитарно-гигиенические средства. Это самые простые обезболивающие средства, которые могут помочь солдату, потому что мы все понимаем, что люди находятся в боевых условиях, выполняют боевую задачу. И это не какие-то там учения, что бывает, что идет колонна и везет там груз гуманитарный или любой другой. И случаются разные вещи, бывают и подрывы, и поджоги, и так далее. То есть все молниеносно меняется ситуация. Поэтому вещи нужны всегда. Самые простые и самые элементарные, которыми мы можем помочь, просто ребятам помочь. Чтобы не тратить там время на постирку и так далее. Есть всегда новые вещи под рукой. Но мы так считаем, хотя на самом деле, конечно же, точно не знаем, но просто так думаем. Конечно, не нужно приносить скоропортящиеся продукты, о которых вы говорите. Все должно иметь маркировку соответствующую, что тогда будет годно, но с расчетом на месяц хотя бы, чтобы это было срок годности таков был. Что касается, куда приносить, мы базируемся на Ленина 148. Но, к сожалению, тоже не можем, ввиду того, что мы все тоже работаем, мы не можем постоянно находиться там. И мы поэтому объявляем свои акции. Но мы широко об этом говорим, выставляем посты в соцсетях и привлекаем, в том числе и СМИ города. И всегда говорим о том, что начало акции такого-то числа, окончание акции такого-то числа. В том числе привлекаем и родительские чаты. А родители – это жители города, это большая масса жителей города Барнаула. Поэтому доводим информацию всеми удобными способами. Таким образом, люди узнают и включаются в то, что называется сбор гуманитарной помощи. На этой неделе выбирали лучшего воспитателя Барнаула. Городской конкурс профессионального мастерства среди педагогов дошкольного образования «Воспитатель года» проходит уже в 14-й раз. Год от года участников становится все больше. В этом за победу боролись 22 педагога. Чем конкурсанты удивляли жюри, что самое главное в работе воспитателя и какие награды получат победители и лауреаты конкурса. Смотрите далее. Такую методику настройки голоса использует в своей практике музыкальный руководитель детского сада 207 Татьяна Симонова. Это она смогла продемонстрировать на муниципальном этапе конкурса «Воспитатель года-2024». Если честно, мое давно уже желание было попробовать свои силы вот в таком интересном творческом конкурсе. И нынче я решилась в этом году. Тем было много, так как опыт большой. И мы подбирали. То есть вот здесь, конечно, было сложно. Какую тему выбрать, чтобы действительно было интересно. И мою работу показать и жюри, и моим коллегам. Всего в борьбу вступило 22 конкурсанта. Поучаствовать мог любой желающий. Задача первого этапа – заочно предоставить видеовизитку и оформить свою страничку на сайте дошкольного учреждения. После – очные этапы. Первое очное испытание, которое мы уже просмотрели в прошлую пятницу, – это защита опыта педагогов. Называется «Моя педагогическая находка». Тот эффективный метод или технологию, которую предъявляют наши педагоги, которая лучше всего у них получается. Затем воспитатели предлагают вниманию открытые мероприятия с детьми, показывают мастер-класс. Это абсолютно для всех участников, которые заявились на участие в конкурсе. Следующие два этапа конкурса предназначались только для финалистов. Они провели семинары с родителями и поучаствовали в разговоре с медийными лицами. В конкурсантах оценивали прежде всего педагогический профессионализм, умение общаться с детьми и демонстрировать себя как личность, подчеркивает член жюри Лариса Мерзликина. Все настолько разноплановые, разноинтересующиеся вопросами педагогики, воспитатели, что наблюдать за ними, оценивать их работу, оценивать их реализацию очень интересно. Многому чему можно поучиться, многое, что в их работе нас самих наталкивает на творческие процессы. Мы начинаем размышлять, а что можно было бы еще вместе с ними, а как мы бы сделали. Победителя конкурса, имя которого назовут в последний день февраля, ждет премия в размере 100 тысяч рублей, а также участие в краевом конкурсе «Воспитатель года Алтая». Лауреатов, в свою очередь, тоже наградят суммами 30 и 20 тысяч рублей. Торжественная церемония состоится 1 марта в Центре развития творчества детей и юношества Ленинского района. Я – воспитатель года 2024. Юлия Щепина для программы «Пульс города». Материал собирали 10 лет. В Барнаульском музее «Город» презентовали книгу о народном художнике России Михаиле Буткееве. На 430 страницах уместилась вся жизнь мастера. С детских лет до зрелого творческого возраста. Его воспоминания, его художественные работы. Подробности в нашем сюжете. Михаил Буткеев – настоящий самородок. Он не имел профессионального образования, но при этом достиг высокого уровня художественных образов в своих работах. Так говорят эксперты. Буткеев – единственный народный художник из Алтайского края. Инициатива создания монографии принадлежит сыну мастера, музыканту Сергею Буткееву. Говорит, отец о такой книге лишь мечтал. В мечтах это было. Но он понимал, что это мало реально, мало выполнимо. Но пришло время, когда это стало возможным. И это благодаря городской администрации, администрации города Барнаула. Администрация взяла на себя все расходы по изготовлению монографии, которая вышла тиражом в 300 экземпляров. В ней не только анализ творчества живописца, его воспоминания, но и архивные фотоматериалы, фотоиллюстрации. Я просто был очарован. Я, знаете, очарован. Потому что очень важно для нас, для художников, то, как это будет передано в цвете. Это было просто шикарно. Он сидел с каждой работой. Он как хорошо знает эти работы, помнит эти работы. Ну, имеется в виду Сергей Михайлович, сын Михаила Яковлевича. И каждую работу они редактировали, правили ее, доводили до совершенства. Книга увидела свет в память о народном художнике. Но предназначена она в первую очередь детям, школьникам. Это своего рода учебник для подрастающего поколения. Вот в помощь этот человек, который отдал себя и войне, и творчеству, а значит и воспитанию наших будущих, многих-многих поколений. Книга поступит в школы и библиотеки. По словам главы города, ее тираж при необходимости может быть увеличен. Татьяна Голубева специально для программы «Пульс города». Это лишь незначительная часть новостей, которыми живет Краевая столица. Держите руку на пульсе города вместе с нами. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова